Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня Алексей Вишня, музыкант, вокалист, автор песен и звукорежиссер. Здравствуйте, Алексей Федорович. Да, слышите ли вы нас? Да, прекрасно слышу. Да, и мы теперь слышим вас тоже. Телефон у прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свой вопрос, также пишите по WhatsApp 2306191 и звоните из-за рубежа код плюс 371. Музыкальный жанр, политехно, создателем которого вы являетесь. Отрывки, это отрывки из высказываний российских политиков. Вы их накладываете на такую ритмическую музыку. Ну вот такая сатира получается, что ли. Довольны результатом этого проекта? Мне очень понравилось, когда это происходило, в момент рождения этого проекта, и когда это все происходило, мне очень нравилось делать это. Слушать это уже, конечно, в наше время уже поздновато, что ли. А с другой стороны, это как история того, что было и уже, по-моему, никогда не вернется обратно. То есть это такая сиюминутная история, получается, этот жанр? Ну вы понимаете, что это же все определялось тем, что звучало по телевизору и по радио. То есть по радио звучали такие вещи, которые было интересно использовать в политехно. А сейчас ничего такого не звучит, что можно использовать. Разве что что-то очень старое, но это уже будет неактуально. А почему сегодня не звучит? На ваш взгляд, политики стали менее интересны? Нет, ну, говоря русским языком, они стали больше сечь базар, понимаете? Они стали контролировать каждое свое слово. Ну а тогда со стороны властей повышенного интереса к вашему проекту не было? Может, какие-то комментарии были? Не, ну помогали же ребята из администрации, помогали же, конечно. Конечно же, всем это было интересно. Всем прикольно, когда про тебя что-нибудь там мутят, снимают люди, которые занимаются музыкой. Мне самому очень приятно получать ремиксы от других людей, которые слушают мои песни или слышат мой голос и где-то его вставляют. Это очень, ну так, прикольно, наверное. То есть можно ли говорить о том, что 10-15 лет назад в России в этом смысле было свободнее, дворчество было свободнее? Вот вы сказали о том, что сейчас все следят за тем, что говорят, и это как-то ограничивает уже деятельность. Конечно же, конечно же, свободнее было. Конечно же, особенно когда были куклы, НТВ было. И тогда были программы «Итоги», если помните, «Шестой канал», это все это. Ну, это же быстро очень прикрыли. Прикрыли, потому что эхо Москвы тоже уже неинтересно так вот, как раньше было. Как раньше было телевидение. Телевидение было всегда интереснее в Политехно, чем радио. Вы ведь начинали в 80-е, и как раз рассвет русского рока, ну, кто-то не согласен с этим термином «русский рок», но тем не менее и кино, и Гребенщиков, и ДДТ, то есть появлялись группы, которые говорили на темы, которые раньше умалчивались. Вот 80-е с каким чувством вспоминаете? С большой теплотой, и понимаю, что это никогда не вернется, мы никогда не станем младше, и, в общем, это уже не вернуть. И я понимаю, что это ностальгия, и даже те, которые участники, акторы того времени, они на сегодняшний день уже поменяли ориентацию, мне так кажется. И, ну, нет, они поют о том, что другие не поют, но другие не поют это только потому, что это никому не нужно. И, получается, появляется человек, который поёт то, что никто не поёт, но никто это не поёт не потому, что это запрещено, а потому, что действительно неинтересно. То есть перемен уже наши сердца не требуют, если говорить словами. Нет, они требуют, 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 но в творчестве это, если это выразится в творчестве, то, к сожалению, не будет услышано. Сейчас другой формат. Сейчас формат картинка, приложенный текст, может быть, звук, но это уже не песня. Понимаете как? Ведь песни передавали друг другу с магнитофона на магнитофон. То есть это делились сокровенным, и каждый имел это в коллекции. Сейчас коллекции растворились, уже все выбрасывали свои плёнки, пластинки. Ну, пластинки, да, ещё они в цене, поэтому их не выбрасывают. Но компакт-диски, вот, я не знаю, кто хранит, но я не храню уже, например. То есть это уже утрачено, утрачено это, передача из уст в уста уже тоже перестала быть актуальной, потому что ты можешь передать сразу миллион уст и миллион ушей. То, что ты хочешь выразить через средства интернет. То есть получается, что массовое перестало быть сокровенным, такой парадокс произошёл, потому что, видите, и песни Цоя слушали миллионы, и песни Гребенщикова слушали и слушают до сих пор миллионы. Но, тем не менее, как раз вот это сокровенное ушло, то, что это передавалось из уст в уста, из рук в руки. Так вы это видите? Ну, немножечко, мне кажется, обесценилось творчество само по себе, потому что его стало настолько много и настолько доступно, что, в принципе, неважно, что ты там написал, сочинил, всё равно это утонет в огромном потоке той информации, которая сейчас кому-то выгодна, чтобы это было на плаву. Мне так кажется. Ну, многие вас знают как звукорежиссёра Виктора Цоя. Вы в одном из интервью сказали, отвечая на вопрос, почему Цоя слушает сегодняшнюю молодёжь современную, вы ответили, что у него, ну, как минимум, неиспорченная репутация. Вот какой вообще должна быть репутация, на ваш взгляд, у рок-музыканта, и что значит неиспорченная репутация? Ну, вот, например, если бы Цой появился в одном кадре с Бегловым в костюме, ну, наверное, это было бы то, о чём вы сейчас говорите. Мне кажется. Хотя, с другой стороны, ну, если ты бунтарь, то ты бунтарь. Ну, назвался груздем, полезай же в кузов. Мне так кажется, что если ты бунтарь, то ты уже несёшь это как бы. Ну, вы также говорили о том, что чтобы музыканту сегодня стать таким, как Цой, ну, как минимум, опять же, нужна оригинальность. Вот в чём, на ваш взгляд, феномен Виктора Цоя? Феномен оригинальности Виктора Цоя? Во время запрета всего иностранного Виктор Цой был, на удивление, совершенно иностранным певцом в российских, в советских реалиях. Вот. Он был совершенно, ну, как вот люди ходили на фильмы про японцев, например, что их туда тянуло? Наверное, посмотреть на других людей. Да, если тебе всё закрывают, и журнал «Америка» может попасть к тебе только по случайности, то, естественно, вот в отсутствии информации Цой был проводником той информации, которая не доходила, которая вставала перед барьерами советских глушилок. Например, Цой внёс музыку английскую, просто принёс на своих устах английскую музыку. А этой музыке не было доступа сюда. В принципе, вообще нигде её не было. Ни в Америке, нигде. Нигде не было доступа этой музыке. Вот. И, ну, я имею в виду Шмидтс, например, группу. Вот. И так получается, что, ну, Цой как бы, он показал народу, что есть ещё какой-то стиль музыкальный, какой-то новый, совершенно другой. Вот, ребят, смотрите. Да, он его не придумал. Да, он его адаптировал. Но это было, мне кажется... Да и Гребенщиков на том же самом. Гребенщиков тащил английскую культуру сюда, а Цой купил франшизу, грубо говоря, английскую, а Гребенщиков – американскую. Ну, согласитесь, Боб Дилан там, вот, и Дэвид Боуи. И поэтому, ну, представляете, это как вот, не знаю, лайфхак какой-то получился. То есть просочилась, культура просочилась. И на эту культуру и клюнул миллион. Вот, много миллионов. Они клюнули на культуру. Очень печально это говорить, но русского рока как такового, я не понимаю, то есть он есть или нет. Наверное, всё-таки, ну, нет, ну, есть по-русски, когда поют. Но, ребята, это же не русский рок. Это рок по-русски. Понимаете, немножечко по-разному это звучит же, правильно, да? Вот интересно, что вы сказали о проводнике информации сейчас. И когда заявляли, что Цой якобы приспешник ЦРУ, вы все очень возмущались тогда. Но позже, опять же, в интервью вы говорили о том, что если бы не ЦРУ, то группа Крови не была бы такой качественной, да и вообще не было бы русского рока. Вот как это можно объяснить? Этот депутат Фёдоров, да, который заявил о том, что, Цой, знаете, я не хочу с ним особо спорить. Посмотрите на нашу Джану. Ну, а посмотрите, у неё папа там что-то, Конгресс, что-то. Ну, это что? Это что? Это не ЦРУ? Когда за ней гоняются КГБ, загоняют её на обочину дороги, она падает. В канаву, разбивает голову. И всё это практически на моих глазах, это всё, она убегает от КГБ. Она кто? Ну, так вот, если так вот рассудить, давайте вместе подумаем. Какого хрена КГБшникам за ней гоняться, если она не ЦРУ, если так разобраться? Ну, то есть, папа в Конгрессе работает, да, или там кто? Ну, заявлено было так, по крайней мере. Папа пишет письмо Горбачёву, представляете, с Рейганом. Ну, они как-то там встречаются и передают это письмо. То есть, человек имеет доступ к телу, он кто? ЦРУ? Нет, по-моему, выше. Ну вот, и говорить о том, что Джана не повлияла никак на Цоя, ну, просто смешно. Джана его сделала. То есть, понимаете, из этого «ля, люблю, не люблю» она сделала героя. Вот и всё, она сделала героя, она же показала ему. Да, в принципе, она-то приехала со своими песнями, она круто спела их, она очень здоровая. Там была запись шикарная. Ну, может, не очень чисто поёт, но она, у неё энергия-то похлеще, чем у Цоя была. И Цоя послушала её и подумала, а чё я бу-бу-бу? А чё я бу-бу-бу? Когда вот девчонка приехала из Америки и такое хлеще. Это Джана Стингрей, я напомню просто. Джана Стингрей, да, великая, на самом деле, великая певица, но на самом деле, если так разобраться, вот, ну, не повезло ей там, автотьюн не было в то время такого качественного, они его не могли подтянуть. Ну, понимаете как, вот сейчас её слушаешь, это просто взглядение, не знаю, какое. Ведь Джана Стингрей открыла рок по-русски для западного зрителя, для западной аудитории, то есть ей как раз это в заслугу как раз приписывают. Да нет, она показала зеркало там, которое стояло, большое-большое зеркало стояло в России, которое отражало американское и английскую культуру. Она показала, смотрите, вот русские, они живут, они тоже, тоже, как мы, вот хотят, наверное, вот так. Хотя, по большому счёту, а Джана Стингери, когда услышала Цоя, она не слышала группу «Смитс» никогда, она подумала, что это всё Цой придумал. Ну, да, и Киева она никогда не слышала, вообще, до Америки не доходил, до неё точно не дошло. Она, между прочим, в студиях, там, с бренды, с Боуи, там, тусила, и вот до них не дошло это всё. А Цой это сюда привнёс. Конечно, он здесь стал героем. Ну, подумайте сами. Адаптировал классную культуру под русский текст. А, конфетка. Продюсер, продюсер, великий продюсер Цой. Ну, Юрий Айтеншпис, кстати, его называют продюсером группы кино и чуть ли не первооткрывателем группы кино. Вот его роль какова в этой истории? Нет, он просто попытался заработать на кино денег, вот. И вся его работа по раскрутке кино была в том, что он привёл Цоя, жаждущим этого Цоя, ребятам из программы «Взгляд». Он просто привёл их, привёл Цоя к этим ребятам и сказал, вот, смотрите, вот это Цой, я вам привёл. Они говорят, ну, хорошо, давай. Они и до этого его прекрасно знали и ставили его в эфир. А тут он его просто привёл людям, которым не надо было доказывать, что Цой – это Цой. А они были очень рады его принять. Вот это всё, что сделал Айтеншпис, ну, а потом. Он это, конечно, монетизировал. Это молодец, что он сумел монетизировать. Но это вся заслуга. То есть для Цоя он не сделал ничего, мне кажется. Насколько важны деньги? Потому что мы разговаривали недавно с гитаристом группы «Чай» Владимиром Бегуновым. Он говорил о том, что важно сейчас не бунтовать. И, в общем, акцентировал внимание на том, что неплохо зарабатывать. Об этом говорил, кстати, и лидер группы «Серьга» Сергей Галанин. То есть насколько важна вот эта составляющая материальная для рок-исполнителя, для бунтаря в том числе? Ну, вообще художник обязан и должен быть голодным, конечно, чтобы у него был мотив сделать что-то новое. Но сытый художник, он начинает копировать то, что уже сделано ранее, потому что ему уже неинтересно. Человек, который уже зарабатывает деньги, он зарабатывает именно деньги. То есть он копирует собственное откровение два-четыре раза, продаёт его пятый, шестой, седьмой. И каждый день, делая концерт, он всё-таки зарабатывает. Он тратит энергию именно телесную, а не умственную. Вот. А тот, кто не зарабатывает, скорее, он очень много выдаёт, много умственной энергии, которая топится в том, что это никому не надо. Это всё... Вот. И человек делает много-много движений, и эти движения его не окупают. Ну, то есть он не может окупить это, потому что творчество, оно во временной перспективе рассматривается только. На сегодняшний день очень сложно сказать. Когда Цой пришёл на рынок музыкальный, грубо говоря, его никто не воспринял. Ему сказали, что это ай, фигня. И только через годы становления миллионы людей могут это дело воспринять. А сразу... Сразу это бывает только на очень короткий срок. Много вопросов нам поступает по Фейсбуку. Ну и, в частности, Мартинс спрашивает у вас. Вопрос такой. Я где-то слышал, что Алексей не в восторге от воскрешения и выпуска песен Цоя, которые существовали только в демо-варианте, как, например, в случае с Сатаманом. Почему вы так думаете? Мне кажется, что это, наоборот, как неожиданно, но чертовски симпатичный привет Виктора нам оттуда. Вот что скажете? Вообще это действительно чертовски симпатично. Я просто говорю о самой... Не о факте. Факт – это великолепно. Великолепно. Но я говорю о том, что сама песня, «Атаман», мне кажется, просто написана левой ногой и не дописана, не доделано. И, в общем, рано было ее показывать всем. Я вам хочу рассказать такую историю, что когда Виктор умер, ко мне пришли участники группы кино Тихомиров и Каспарян. И они пришли в кожаных куртках, такие страшные, и говорят, «Нет, мы пришли изымать записи». Я говорю, а почему? Это же моя студия, пленки мои. Ну, все мое. А они говорят, «Ну, вот Виктор не хотел, чтобы это распространялось как-то что-то и так далее». То есть был материал, который Виктор держал в себе. Правильно, да? Этим материалом завладели ребята после смерти. Ну, понятное дело. И через две недели после того, как они изъяли у меня фонограммы, для того, чтобы их никто не услышал, они были изданы на пластинке. Вы понимаете, как? «Марьяна и Цой». То есть они взяли фонограммы у меня и принесли «Марьяне Цой». Вот. И говорить о том, что хорошо или плохо, сегодня продается все. Вот сегодня найдется какой-нибудь чих Цоя, и он будет продан. Поверьте мне. Вот. Это время мне не нравится. Но будет именно так. И даже из подруг самих участников-то может выйти. Как это случилось с пластинкой неизвестной песни Виктора Цоя. Вот это вот Виктор точно не хотел. Любовь – это не шутка. Он очень не хотел, чтобы это вышло на широкий экран. Я точно знаю. Потому что мы это сделали, нам это не понравилось. И он сказал, а что-то надо стереть, ну, ты погоди. Вот так вот. Цена, погоди. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Алексей Вишня, музыкант, вокалист и автор песен, звукорежиссер с нами на прямой связи. Будем принимать ваши звонки во второй части. МИКС-Ньюз. Много людей в России могли бы возглавить страну. Очень много. Мы ведь с вами знаем, никто не против, все за. Кто мог бы быть президентом? Кто может быть? Я. Потому что никто не хочет таскать каштаны из огня. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии по-прежнему работает Анна Свернова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня Алексей Вишня, музыкант, вокалист и автор песен. Здравствуйте еще раз. Добрый день еще раз. Ну вот сейчас мы прослушали самый популярный ролик в жанре политехно. Кто мог быть президентом? Президент России. Путин поет, скажем так. Кто мог быть президентом? Я, потому что никто не хочет распада Кремля. Сейчас не хотели бы продолжить работать в этом жанре? Или, может быть, ничего не изменилось в этом смысле? В этом смысле, конечно же, ничего не изменилось, но Путин перестал говорить стихами. По крайней мере, это невозможно теперь никак зарифмовать. Наверное, специальные люди теперь уже контролируют его. И не допускают такого, чтобы кто-то там, какой-то сукин сын из Петербурга сделал, зарифмовал его речь. Правильно? То есть стараются избежать этого момента. Ну вот мы в начале нашей программы как раз об этом начали разговор о том, что сейчас люди, которые у власти, они начинают фильтровать и очень ответственно относиться к тому, что говорят. И потом мы как раз обсудили свободу 80-х и 90-х годов. Вот называют сегодняшнее время по-разному. Там эпоха большой нелюбви или эпоха политкорректности. Но это скучное время сейчас, вот как вы считаете? Политически очень скучно, ужасно. То есть безнадёга полная. А безнадёга не является для... Знание политехно безнадёга. Для музыканта, для рок-музыканта некой такой отравной точкой. Нет, для рок-музыкантов сейчас, пожалуйста. Сейчас наоборот. Рыночная экономика. Ребята, если вы можете что-то делать, делайте много. Потому что пока делаете, вы делаете. А пройдёт время, уже никто... Вы не будете ничего делать. Вообще никто ничего не будет делать. В старости. Да, вот. Пока молодые, пока есть мотив, надо делать. Независимо от того, кто там в власти. В любом случае, нужно оставить после себя как можно больше материала. Я так считаю. Рок-музыкант своим творчеством может ли, на ваш взгляд, выражать свою гражданскую позицию? Ещё как. Конечно. Конечно, в принципе, песня – это то, что о тебе. Вот я сейчас, допустим, смотрю на такую тенденцию, что люди, которые занимаются академической музыкой, шансоном, они переходят уже в рок-среду, и там начинают развиваться. Примером, допустим, бард-певец Андрей Широков, который известен как шансон-певец, вдруг перерисовался и перекрасился, и мы сделали с ним песню «Убер», и она сейчас выйдет на экраны. Я считаю, что люди, которые уже как бы искусились уже всем, искушены всем, и они идут в рок. Казалось бы, это такое вот место, где ты можешь и получить много, да, и много потерять, потому что если тебя не примут, то тебя не примут, и всё. И поворота назад может не быть. То есть не принимают кто? Зрители или сообщество? Конечно, зрители и общество. Тут, если поверят, поверят. Вот помните, как Бутусову поверили в своё время? Ведь поверили как? А вот стихам Кормильцева, как поверили сильно. Ну вот, и в результате всё как бы наоборот. Получилось, что Бутусов уже такой уже, получается, номенклатурный певец. Но Вячеслав Бутусов недавно получил звание заслуженного артиста России. Номенклатура. Ну как вы с званием, кстати, отнесли? Всё, его взяли в обойму. А кто берёт в обойму, и как это вообще происходит сегодня? А я думаю, что это личное пристрастие тех людей, от которых это зависит. Ну просто действительно Слава достойна этого, и он получает то, что достойно. Ну рок-музыкант и вообще музыкант с властью как должен взаимодействовать, на ваш взгляд? Есть ли какие-то правила? Ну Андрей Макаревич выбрал модель отрицания, скажем, российской власти. Он так диссидентствующий такой элемент. Многие музыканты, опять же упомянутые, музыканты группы «Чаев», они наоборот ближе к власти. И Константин Кинчев, например, группа «Алиса». Мне кажется, что там... Вы даже сказали, что он стал к обзору. Всё хорошо. Вот. И тоже, значит, лица слухсальные. Это всё в прошлом. Вот. И мне кажется, что к каждому человеку вообще в принципе свойственно высказывать своё недовольство. Это нормально. Это абсолютно нормально. Если это выражается в песне, если тебе не всё равно, что происходит вокруг, то нужно брать рок-гитару в руки и выражать своё мнение по поводу того, что происходит вокруг. В противном случае оно всё накроет, и ты будешь подчинён той системе, которая тебя накроет. И ты будешь выполнять функцию чуть-чуть другую. Того будет манипулировать. Ну, Константин Кенчев, который спел «Небо славян», и после этого, как считается, началось его такое сближение с российской властью, поиск русскости и так далее и тому подобное. Вы ведь с ними в фильме «Взломщик» снимались. Ещё как раз было такое дело. Поддерживаете отношения сейчас? Ну, да. Мы иногда переписываемся в Фейсбуке, и я прихожу на концерты, и Алисы иногда, то есть раз в 10 лет проверяю, как там всё запускается. Но мне очень, на самом деле, я всё понимаю, мне всё это нравится, как это сделано по шоу-бизнесу, но вы понимаете, у Алисы было, и Кенчеву было с чем бороться в то время, советское. И вот это советское время прошло. Но не будет же он как дурак бороться совсем подряд. Ну всё, вот у него сменилось то, что он очень хотел. Он хотел убить большевизм и построить капитализм. Всё, он убил большевизм, построил капитализм. Всё. О каком бунте можно разговаривать? Но в этой ситуации происходит сытый музыкант, который уже ничего нового не сделает. И дай бог, чтобы Костя и больше и больше было такое вот, такого творчества, похожего на 85-й год. Ну вы сказали, что, да, Константин Кенчев, он стал Кобзоном своего рода, вот такая вот трансформация произошла. Ну, наверное, я бы так не стал говорить, что Кобзоном прямо, потому что Кобзонами стали ну столько много, что это уже не Кобзоны. Кобзон-то один, вот какая штука. А сейчас их очень много. И нормально, что разделяется общество на две на две стороны. И я не думаю, что они там между собой как-то где-то коррелируют или взаимодействуют, ну то есть не дружат. Я думаю, что все все равно со всеми дружат. И творчество от этого ни хуже, ни лучше не становится. Творчеству нужно только желание выразить себя. Вот и все. И хорошая форма найденная. Я всегда говорю, воруйте у иностранцев, сами ничего не придумайте. Но Юрий Шевчук ведь сумел и после распада Советского Союза сохранить вот эту остросоциальную возможность высказывания, потому что он пишет и, на мой субъективный взгляд, гениальную песню капитан Колесников пишет нам письмо. Он говорит о тех проблемах, которые есть уже в современной России. И опилу генерала ФСБ опять же, та же песня. То есть он разговаривает, в том числе его бунт продолжается в какой-то степени. Вот как вы считаете у Шевчука и ДДТ? Мне кажется, да, продолжается и очень успешно. И он такой либеральный певец, и он настоящий герой нашего времени, я считаю. Да. Правда, это нисколько ему не вредит. Ну, то есть... Может быть, он хотел бы, может быть, но не вредит. То есть система его поддерживает на самом деле. А почему, как система выбирает? Потому что, ну, хитайцы, что макареи, потому что народу нравится. Понимаете, что он делает? Вот такой маленький... Нам либералы все время говорят, что вот, мнение народа никого не интересует. Да нет, интересует. Интересует. Иначе бы Беглов не появился бы рядом в одном кадре с рок-музыкантом. Интересует мнение народа. И народ, слава Богу, делает свой выбор. И слава Богу, что он вообще слушает музыку. В настоящее время это для многих является роскошью. Потратить свое время на прослушивание музыки 45 минут. Вот. Поэтому в основном музыку слушают дети и люди, которым нечего делать. Понятно, что история со слагательного наклонения не знает, но вы знали Виктора Цоя как никто, наверное. Могли бы вы сейчас предположить, о чем бы сегодня мог петь Виктор Цоя? Зная его окружение и зная примерно, предполагая, в какую среду бы в Москве бы он попал, он бы не стал бунтовать. Это я могу точно объяснить. Если он не уехал бы за границу, остался бы здесь, что тоже крайне маловероятно. Но в той среде Константина Эрнстов и близкой к нему, куда бы он попал, если бы остался жив, извините, здесь нет вообще никаких даже сомнений. Но он ведь собирался в Южную Корею, как вы говорили. У него были такие планы. Он собирался так, просто вот Южная Корея, захотели ему сделать звездой. То есть это не переезд? Было просто... Нет, конечно, конечно, конечно. Это там его раскрутить, выпустить пластинки, снять пару клипов, показать по центральному корейскому телевидению и собрать как можно больше денег. Вот и все. Вот это была мысль корейских и японских продюсеров. У нас звонок радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Я, конечно, переживаю то, что ушел такой человек и это было почти на моих глазах. Я как раз в то время в августе ехал за грибами в этом месте. В Мэш-Сраксе я был, я видел эту машину, как она лежала, но я никогда не подумал, что это он. Ну, ладно, это я так отошел от темы. У него остались, естественно, соратники. Скажите, пожалуйста, а вот остались какие-то наброски, какие-то песни, какие-то проекты. Кто-то продлил его работу или нет? Спасибо. Спасибо вам. Из всех песен, что осталось, остался только «Атаман», который уже сделан. Остальные наброски ну, только в виде на бумажке. А ничего, вот гитара... Последние были наброски, это последний черный альбом. Вот это все были наброски, которые были остались. Просто «Атаман» не вошел в черный альбом, по причине, ну, просто своей, по-моему, слабой песни, слабости песни, поэтому он не вошел в черный альбом. Но он уже, его не то что нашли, он просто отлежался. Отлежался до лучших времен. А все наброски, о которых вы говорите, были реализованы в последнем черном альбоме. Вы в 2014 году выпустили сингл «Вишневое кино», в котором поете песни Цоя. Почему именно тогда решили их перепеть? Во-первых, это все было инициировано, даже не мной. Я просто пел себе, пел, а чтобы это выпустить и показать народу, у меня появилась такая возможность, потому что я подружился с фирмой «Мороз Рекордс», которая всегда поносила и говорила, что они сволочи, бандиты. Ну, в общем, они сволочи-бандиты, но я с ними подружился. Вот. И эта лафа продлилась очень недолго. Наследники Цоя, так сказать, семья, значит, отобрали у «Мороза Рекордс» все права на обслуживание этого всего и передала первому музыкальному издательству, насколько я знаю. Вот. И сейчас я могу, допустим, спеть песню, и, скорее всего, мне никто ничего не скажет. Но если я захочу выступить в Кремле, скажем, в Кремлёмском дворце, в зале с оркестром мне скажут ай-яй-яй и не дадут этого сделать, скорее всего. Вот. Потому как прав у меня на это никаких нет. Теперь. А когда они принадлежали «Морозу», «Мороз» запросто отчуждал мне вот за былые заслуги вот это вот право петь песни Цоя. Вот такая вот смешная история. Цой приходил ко мне сам, приносил эти песни, но так получилось, что у меня ничего не задержалось, а всё сначала «Морозу», а потом первому музыкальному издательству, и всё. Вот так всё. Улетело. Как вы узнали о смерти Цоя, вот помните тот день, эти ощущения, которые вы... Хорошо помню, я ехал в поезде в эту ночь, я ехал в поезде в Москву, в голландское посольство, чтобы получить визу с паспортами, вот, и со мной была барабанщица Катя, и мы случайно встретились в поезде и договорились, что мы вместе поедем домой, и когда я уже с паспортами возвращался на вокзал и сел в «Аврору» 16-часовую, я услышал новости по радио и был ошарашен, конечно, то есть это произошло часов 12 дня, да, а я услышал в 4, то есть я ходил по Москве и ничего не знал, целых 4 часа, а потом сел в поезд и услышал, и, конечно же, вот, я только об этом и думал, вот, всю дорогу и даже не заснул, всю дорогу только об этом и думал, вообще, лежал и думал, ну, как же так это, в общем, мы договорились, что вот на концерте выскакаешь, он ко мне заедет, послушает песни новые, он так это по-братски похвалил, говорит, молодец, что вот поешь, не сдаешься, я исполнял более популярную музыку даже, чем он, то есть танцевальную, и все рок-музыканты на меня смотрели, как на идиота, в частности, Костя Кинчев, например, он не мог это слушать, вообще, просто даже сказал, извини, я выключи, я не могу, нет, вот, и Цой этот понимал, он знал, что я прихожу через, ну, донесли, наверное, как-то мои стенания по этому поводу, и Цой сказал, ну, ты держись, и просто вот следуй этому, и все, а потом он умер, и погиб, и я не смог уже больше этому следовать, вот в чем дело, и сам потерял популярность очень сильно, потому что просто шарахнуло по голове, и все, и я перестал писать танцевальные песни, представляете, вот сразу. путеводной звездой в какой-то степени, звездой по имени Солнца? Да не то, что путеводной, просто он был как, ну, старший товарищ, которому хотелось вот показать, чтобы он сказал, ой, круто, молодец, чтобы он одобрил, но это было очень важно. Очень важно. По-дому, из интервью вы говорили о том, что иногда нужно вовремя уйти, и Цою в этом смысле повезло, вы так сказали. Знаете, так говорят, иногда лучше уйти на два часа раньше, чем на минуту позже. В этом смысле у артиста, даже если мы не говорим сейчас об уходе из жизни, а о уходе со сцены, может быть, должен быть какой-то внутренний метроном, что ли, интуитивный. Я не верю в метрономы. Посмотрите на Бориса Гребенщикова. Он очень изменился. Он оброс. Потерял голос, потерял зрение, потерял много чего. А посмотрите, сколько в нем энергии. Посмотрите, сколько он пишет нового. Каждый по два альбома в год. Посмотрите, сколько... О каком тут можно говорить, уйти вообще? Ну, допустим, нам с вами, может, не нравится это. Ну, не нравится аквариум. Ну, допустим. Но стопки-то, они растут, растут, растут. Потом, лет через 50, мы все это послушаем, уже наши дети послушают, и решат вообще, что было классное в это время, а что было так себе. нам это не решать. Мы можем только на этом либо заработать, либо помочь заработать. Больше ничего. Мы это можем только произвести. А решать вам. Ваша цитата о том, что забудут ровно все и всех через 200 лет, так что о месте в истории можно особо и не заботиться. Но вот все-таки для музыканта и композитора память, насколько она важна и насколько страшно забвение? Ну, вот я же, когда говорил про временную перспективу, я говорил 50 лет. Не просто так, потому что через 50 лет еще не забудут. Но через 200 лет. Вы вообще помните, кто был до Моцарта, до Баха. Вот и все. Уже не помните и не запомните. Ну, ладно, хорошо, сейчас другое время, интернет, куда-нибудь эту базу данных вынесут. Вы представляете, за это время сколько нового будет? И все это утонет просто. Ну, да, это будет искаться поисковиками, но народ это искать не будет. Но это страшно? Быть забытым. Забудется все. Нет. Не страшно? Ну, это все как... Шоу с собой в группу не унесешь. Еще звонок у нас успеем принять перед тем, как закончить. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Сергей, меня зовут. Здравствуйте. вопрос такой хотел бы задать. Вы знаете, я слушал музыку, кино, ну, довольно-таки давно, с радних их записей, и четко чувствуется, вот, ну, поздние записи, чье-то влияние, потому что создали, они создали собственное лицо. С первых аккордов прямо ни с кем не перепутаешь. Да, задавайте вопрос, очень мало времени, пожалуйста, вопрос ваш. Я вот и хотел бы спросить, кто в этом участвовал, кто им лицо вот создал, или они сами сделали, ну, вот это вот. Спасибо вам. Они очень любили наряжаться, очень любили наряжаться, краситься перед концертами, они сами рисовали себе свое лицо. И в прямом смысле, и в переносном. Я так думаю. Ну что ж, спасибо. Да. Никто им ничего не рисовал. Спасибо, что вы нашли время и вышли к нам в эфир. Автор песен, звукорежиссер, музыкант и вокалист Алексей Вишня был гостем программы. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова